Субтитры делал DimaTorzok Расскажите, пожалуйста, про выставку Ну, наверное, лучше посмотреть, конечно, чем рассказывать о ней Это как бы продукт долгой работы Работу с бумагой я давно уже, несколько лет Потом перешел на кальку У меня была большая выставка в Академии художеств «Калька» Где были работы уже большие и, так сказать, все залы я занимал этой калькой Это был очень серьезный опыт с калькой Вот продолжал так же делать, а вот где-то, наверное, два-три года назад Пришла мысль о том, чтобы, точнее, сначала Случайно попали на эту кальку светодиоды сзади Она же прозрачная и получилась, в общем, специальная картина А где-то пару лет назад Просто как бы по требованию уже жизни Калька – вещь такая, ну, как бы сказать, недолговечная, непрочная, может быть Хотя, если ее правильно хранить, то она точно Такая же, как графика И вот пришла мысль о том, чтобы это Как ценить холсток Более надежную конструкцию Вот и калька на холсте Уже включая вот эти светодиоды Вот результат этой работы Это я вам рассказываю техническую часть Вот, а творческая часть – это очень сложная Потому что это связано с тем, кто хорошо знает живопись Что хорошая живопись, живопись старых мастеров вообще Она многослойная И у нее существуют слои краски толстые и лессировочные слои И так далее Так вот, калька, она как бы является таким лессировочным слоем Который я крашу с двух сторон То есть крашу кальку с одной стороны Там присутствует принт, который составляет во многих вещах основу Ну, эти все вещи комбинированы, поэтому там целиком Очень трудно найти какой-то там один способ Но вот что-то подкрашивается с одной стороны, что-то подкрашивается с другой стороны В итоге получается три слоя То есть молочный вот этот полупрозрачный слой с одной горьки Цвет, который лежит, и лак, который сверху И цвет иногда постозный, иногда тоже прозрачный, который снизу горьки И еще на некоторых вещах мы можем будет увидеть, что есть и подкраска слоя Так что вот эта многослойность Только она, кстати, позволяет включить туда внутренний свет Потому что у меня есть опыт и есть работа, но здесь их нет Предыдущих лет Я пытался светодиоды установить на просто крашеную поверхность Но, к сожалению, они не соединяются, не воспринимаются Потому что только светящийся материал вот этой полупрозрачной кальки Светящаяся сама по себе Включает и другой свет Вот соединение этих светов Вот, наверное, вот такой синтез вот этих направлений Я это называю смешанной техникой Помните, я говорил? Ну, это уж совсем смешанная техника То есть это даже смешение жанров Может быть, какие-то Поиски жанров, смешение жанров А скажите в двух словах, про что эта выставка? Ну, вот она... Как и любая выставка, наверное, художник пытается что-то такое отразить из своей жизни Какой-то личный опыт, который был у него И какой-то кусок жизни, который он хорошо знает И познакомить зрителя с этим Я так думаю, я делаю только так Что именно... Может быть, вы задаете вопрос о самих сюжетах Так сказать, откуда они тоже в жизни имеют? Ну, на основе... Там, где принт Это фото Это... Ну, так бы... Фото Тут очень важный момент, я забыл вам сказать Калька, в данном случае, еще одновременно Вся эта выставка связана с фотографией Как бы фотография является... Ну, такой прародительницей Этой моей кальки И вот это все И имеется в виду, конечно, не цифровая А настоящая фотография С желатиновым и серебряным желатиновым слоем И вот этот слой Кажется мне таким же ценным, как и слой Любой, вообще Любой, любой Какой-то Традиционный И там Исторический Живопись Непастозная Живопись, которая Как бы из тюбика Мазки и прочее, прочее Меня не интересует И не устраивает Это такая... Как вам сказать? Вот это вот... Перегруз красками Это не то А вот Какая-то Живопись такая Знаете, напомнила здесь Ну, немножко куда Века Она очень... Она очень сходна с... Именно материалом Фотографии Который тоже сейчас нет Она тоже историческая И она тоже закончила примерно К концу того века Ее не существует И вот я хочу вам показать Потому что можно Увести Вот тут почти ничего не сделано В этой работе она называется Проявление пленки Здесь почти ничего не сделано Но понятно, что здесь есть Где-то Нагрузка уже По этой стороне Фактура Но это В принципе фото Но Это Фото Это Тот самый Желатильный слой О котором я Как бы Пикусе Проявляю огромную Заботу И обратите внимание Что этот кадр Вракован То есть Когда происходило Хранение Или что-то Ну Самому этому Кадру Я боюсь Сор Самому Этому Негативу И он Расслоился И Он Потерял Сцепление Сцепление И разрушился Вот Это Брак Но это Натуральный Брак Вот Этого Негатива Желатин Разрушен Это Работа О том Что фото В данном случае И Это Подчеркиваю Несвязанность Цифровой Фотографией И вообще С новой Цифровой Культурой Которая Как бы Совершенно Отдельная Но это И Как бы Они Будут воспевать Другими Люди Найдутся Поэты Этой Цифры Этих Квадратик Они уже есть Помните Пузенков С его Пикселями То есть Это Певцы Нового Электронного Понимания Я Остаюсь Все-таки Приверженцем Этой Этой Аналог Этой Этой Фотографии Несущие Себе Собственный Свет Вот Солнце Подействует На Серебро Это Специально А вот Красное Это Свет Идиот Это Как бы Отражение Вот Этого Процесса Видите Висят Клёвки Вот Они Так Сушатся Вот Одна Моя Мастерской Еще Втородавние Вена Это Где-то До Первой Половины Восьмидесятых Этого Это Окна Цвета И И Вот Хочу Чтобы Все Поняли Что Неслучайные Скальки заключаются В том Что это И есть Это Серебряные Желательные Это Очень Ценная Эта Эта Целая Эпоха Колоссальная Просто Выбрасывается Колоссальная Эпоха Маленьких Вот Этих Слоев Вот Этих Кажущаяся Но Она Просто Монтажная Сделана Из разных Кусочек Что-то Подрисовано Что-то Из каких-то Кусков Взято Что-то Такое Имитация Вроде бы Какой-то Чуть не Гипераризм На самом деле Здесь Все Другой Принцип Из Лата Я Как бы Все время Пробую Все время Ищу И вообще Все это Является Поэтому Это Как бы Не такая Подробная Вроде бы Как не фото На самом деле Фото есть Основу Есть Куски фотографии Вы видите Это Можно назвать Монтажностью Но В целом Ощущение Состояния Этого Этого Этой Зоны Как Все Наши Здесь Это Ощущение Есть Я считаю Что Это Вот Это Интересно Тем Что Как бы Эта Работа Погибла Когда Горел Монеж Мне Не дали Ее Она Уже Горел И Она Сгорела Но Чудо Заключается В тем Что Пленка Осталась То Кусочек Кусочек Этого Слова С этим Слова Я Его Напечатал Но Эта вещь Еще сложнее В каком смысле Здесь Есть Светодиоды Но Здесь Пробился Один Случайно Вообще Они Там Протерся Вылез Они Там Сзади Тоже Нет Они Между Слоями Это То Что Я вам Рассказывал Здесь Здесь Покраска Слой Слой Потом Покрашена Фактура Там Вот Этого Неба И Потом Еще раз Напечатана Карка Совсем Изящно Тонкая И Сверху Соединена Слой То Это Многослойная Можно Говорить О Многослойных Многослой Которые Ну Это позволяет Прозрачить Терем Это Само Настоящая Теремия Ну Здесь Понятно Здесь мне Хотелось Вот Это называется Туман Теремия 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 Это Как Воспоминания О Стране Которая ГДФ Тогда Что Ну Вот Не знаю Что Вам Сейчас Сказать Да Действительно Спрашивайте Катюша Спрашивайте Теремия Теремия